Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение Евангелия от Иоанна, 15 глава. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь». Это последнее самоопределение, которое начинается с «Я есмь» на страницах 4 Евангелия. Пониманию и, собственно, расшифровке того, о чем в данном случае идет речь, посвящено последующее повествование. Дело в том, что в этом сравнении, как и в ряде предыдущих случаев, Господь использует те образы, которые были частью религиозного сознания иудейского народа. В Ветхом Завете Израиль часто изображается как виноградник. В виноградник Господа Саваофа есть дом Израиля. И книга пророка Исаия, 5.17. «Я наследил тебя, как благородную разу», — говорит Господь Бог Израилю через порок Иеремию. Иеремия 2.21. В 15 главе книги Иезекииля пророк уподобляет Израилю лозе и далее говорит «Твоя мать была, как виноградная лоза, посажены у воды», — Иезекииль 19.10. «Израиль — ветвистый виноград, как ножа и для себя плод». Итак, мы видим, что все великие пророки Исаия, Иезекииль, Осия, Иеремия, они проводили это сравнение, которое, несомненно, было хорошо известно иудейскому народу. И лоза стала образом Израиля. И одним из украшений храма была золотая лоза над входом в святилище. И лоза в Ветхом Завете упоминаются не только в связи с идеей возрождения Израиля. Пророк Исаия рисует картину одичавшего виноградника. Иеремия говорит, что лоза, которую Бог насадил, как благородную и самую чистую, превратилась в дикую отрасль чужой лосы. Бог ждал от нее доброго плода, однако лоза выродилась и стала производить негодные плоды. Поэтому в том, что Иисус Христос называет себя истинной виноградной лозой, присутствует идея замены. Израиль будет оставлен Богом из отвержения им Иисуса Христа. Но те, кто приобщаться к Нему, те, кто станут Его последователями, станут истинной виноградной лозой. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, отец отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы больше принесла плод». Итак, цель любого виноградаля в том, чтобы лоза принесла максимальное количество плода, и для этого он делает некие действия. Бесплодные уничтожаются, то, что способно приносить плод, для Него создаются наибольшие условия благоприятственные. «Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам». Другими словами, ученики уже готовы к плодоношению, потому что они восприняли учение Христа. «Прибудьте во мне, и я в вас». Эта фраза, этот призыв «прибудьте во мне» дальше на протяжении 15 главы повторяется пять раз. Итак, по сути, она является неким условием. Господь говорит о необходимости этого пребывания для плодоношения, «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Без меня не можете творить ничего». Другими словами, то плодоношение, о котором в данном случае идет речь, не является самостоятельным. Это не результат некоторых усилий. Это не итог некой человеческой активности, какой бы она ни была. Как, и мы неоднократно это слышали, говорили об этом, все действия сына были в то же время и действиями его отца, так и деятельность учеников. Она будет продиктована сыном. Их плод будет тем, что дано им свыше. «Кто пребудет во мне, извергнет вон, как ветвь не пребудет во мне, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Этот образ сжигания, он известен из предшествующих Евангелиях. Его уже в своей проповеди употреблял Иоанн Креститель, образ огня. Он характерен для Ветхого Завета в целом, как образ суда, образ наказания. И действительно, это может нам показаться странным, но тем не менее понятно, что виноградер не заинтересован в тех ветвях, которые не хотят плодоносить. Он как бы освобождается от них. Этот образ в данном случае достаточно ярок и нагляден. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Понятно, что в данном случае просьбы обращения становятся несамостоятельными. Они действительно продиктованы сыном и тем заданиям, которые получают апостолы в данном случае. «И тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Другими словами, эта задача, она априори, заранее ставится перед учениками. Господь, как мы видим, не конкретизирует в данном случае, какого рода плоды Он ждет от них, и не только Он, но и Его Небесный Отец. Наверное, такое задание стоит перед каждым человеком. Но это задача, которая должна непременно решаться, которая стоит на самом-то деле не только перед апостолами, настоит перед каждым человеком, и это не единственный случай, когда мы об этом читаем и слышим в Евангелии. Мы помним притчу о виноградарях в повествовании евангелистов-синоптиков, которые содержат все синоптические евангелисты Марк, Матфея, Лука. Есть и другие указания подобного рода, например, отчасти и притча о сеятеле. Она тоже, по сути своей, об этом и заканчивается призванным к плодоношению. Итак, действительно, вопрос стоит очень остро и серьезно. Какие плоды каждый человек принесет Богу, с чем он предстанет, какие задания, данные свыше, он выполнит. И обычно мы об этом не задумываемся, не принимаем это в расчет, но на самом-то деле все очень серьезно. Ведь тот, кто не приносит плода Богу, его участь оказывается весьма незавидна. И если пребудьте во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего пожелаете, просите, и будет вам. То есть, конечно, речь идет о содействии ученикам в их плодоношении. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». И эта любовь, она будет обращена к ученикам тогда, когда они будут соблюдать его заповеди. «Если заповеди мои соблюдете, прибудьте в любви моей, как я соблю заповеди Отца моего, и пребываю в его любви». «Сие сказали вам, да радость моя у вас будет, и радость ваша будет совершенна». Пребывание любви – это всегда радость. Человек обретает смысл жизни, когда ощущает любовь, которая обращена к нему. И наоборот, без любви жизнь теряет свой смысл, теряет радость, утрачивает содержание. Но здесь важно не только отношение между людьми, но и отношение между нами и Богом. Пребываем мы в любви Божьей. Это мы можем понять, если зададимся вопросом, насколько и как мы выполняем его заповеди. «Сие сказали вам, да радость ваша пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия ей заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». 12 стих 15 главы является продолжением того, с чего началась прощальная беседа. А началась она с призыва к любви. Господь говорит о том, что «заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Но 12 стих 15 главы не является лишь просто повторением уже сказанного. Мы слышим здесь очень важное дополнение. «Как я возлюбил вас». Пример Христовой любви, Его самоотверженности, или, как сам говорит Господь, до конца возлюбил, является не просто примером, а руководством для учеников. «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Итак, ученики не просто должны слепо действовать данным им указанием. Господь как бы ставит их на одну планку с собой. Он приравнивает их к себе. Для него они друзья. Но, как ни странно, и пока, может быть, еще не до конца понятно, он вынужден будет отдать свою душу за них. Зачем это надо? Почему необходимо? Пока, наверное, окончательной ясности здесь нет, и более того, можем понять, что, наверное, что-то внутри апостолов, внутри его слушателей тогдашних возникает внутри как протест, как действительно непонимание, потому что идея искупления, идея спасения для них еще не является до конца очевидной. Но уже что-то произошло, уже для него они друзья. Почему? Потому что Господь говорит, что все, что он услышал от Отца, он сказал им. Действительно, мы понимаем, когда мы бываем скрытны, когда мы что-то недоговариваем, когда мы не бываем искренними, тогда, когда от противоположной стороны мы ждем, может быть, какой-то угрозы, нерасположенности, когда внутри нас есть опасения. Но если мы доверяем другому человеку, если мы его любим, мы будем открыты. И вот, конечно, то, что Христос говорит, что он сказал все своим ученикам, то есть был предельно открыт для них, является доказательством того, что для него они действительно друзья. От них у него не было никаких секретов. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое он дал вам. По контексту евангельского рассказа у нас может сложиться впечатление, что ученики сами пришли ко Спасителю, хотя мы знаем и обратные примеры, ну, например, призвание Филиппа. Но в действительности не сами, как бывает всегда, ученики выбирают себе учителя, он их призвал. И за этим призванием стоит некий замысел, некая задача. Господь всегда призывает себе всех и каждого из нас не просто для чего-то несформулированного, не просто для какого-то неясного времяпривождения, всегда есть некая цель призвания. И здесь она формулируется и, собственно, повторяется вновь. «Чтобы плод ваш пребывал, дабы чего вы попросите Отца моего во имя мое он дал вам». И действительно, тем самым для учеников открываются новые просторы их отношений с Отцом и Сыном. Отец и Сын готовы служить ученикам. Они будут выполнять их обращения, их просьбы, их молитвы. «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Итак, любовь внутри церкви, внутри общины, между учениками, она противопоставляется той ненависти, которая будет испытывать мир по отношению к последователям Иисуса Христа. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам? «А раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюди, будут соблюдать и ваши». Итак, новый статус учеников, те дары, которые они получат от Бога, не означают, что мир примет их. Почему? Да потому что он не принял Сына Божия, который пришел, который обратился к людям, который совершил множество чудес и благодеяний для них. все это еще не означало, что он будет принят, а не отвергнут. И поэтому на такое же отношение должны рассчитывать и ученики. Будут те, кто будут их гнать, кто будут их не принимать, кем они будут отвержены, но будут и те, кто примет их слово, для кого оно станет значимым и важным и которых приведет к вере. Но те гонения, которые обрушатся, еще не означают, что они покинуты Богом или забыты им. Хотя только что мы слышали, говорилось о услышании в молитве. Но все это сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Другими словами, незнание Бога таким, каким Он явил себя в Иисусе Христе, непонимание, отрицание, то есть связи, которая существует между Христом и Его Небесным Отцом, она неизбежно приведет к гонениям. Но все это сделают вам за имя мое. Если бы я не пришел и не говорил им, то и не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем, ненавидящие меня и Отца моего ненавидят. Если бы не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то и не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и Отца моего. Другими словами, величие слова Христова, его уникальность, она, неопровержимость, великолепствовала о том, что его учения не являются его личным учением, но учением, пославшим его Бога. Те необычные знамени, чудеса, которые им были сотворены, показывали, что они являются свидетельством его небесного посланничества, но этот шанс веры, он не был использован. И поэтому говорится здесь, что если бы это все было принято, не имели греха, теперь же грех пребывает, грех неверия. И этот грех неверия не является чем-то таким малозначащим и неважным, потому что в данном случае он означает то, что спасительное дело было отвернуто и не принято, все, что Бог совершил через своего сына, было отторнуто, а значит, тем самым люди сами лишили себя спасения, отвернулись от него. Но добудется сбыться слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Собственно говоря, в Евангелии от Иоанна мы неоднократно встречаем о том, что Иисус Христос как бы отстраняет себя от предшествующего ветхозаветного закона. Он подчеркивает, что закон исполняется, он осуществляется в происходящем, и в то же время его откровение, его слово, оно превосходит закон. Когда же придет утешитель, которого я пошлем от Отца, дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. И так же и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Итак, слово свидетель в данном случае, оно несомненно несет юридическую окраску. Неоднократно мы говорили, что Евангелие от Иоанна строится как судебный процесс. И тем самым в этот процесс вступают новые свидетели. Это свидетелями являются апостолы, которые как бы с самого начала сопровождали Христа и видели все то, что он делал и все, что он совершал. И они как бы выходят, они вступают в мир и станут свидетелями в мире. Но их свидетельство оно не будет самостоятельным, потому что свидетельство утешителя тоже вступает в мир. И несомненно, это свидетельство совместное. Утешитель, Дух Святой, будет наставлять учеников, он поведет их в мир, он даст то, что им предстоит сказать, об этом тоже неоднократно. Говорится в Евангелии, но прежде всего они именно свидетели, они участники вот этого как бы судебного процесса, о чем дальше Господь и скажет, но уже в следующей, к 16 главе. Итак, как бы Евангелие, оно тем самым сначала говорит о том, как меняются ученики, что происходит с ними, о той связи, которая будет между Иисусом Христом и его апостолами, всеми последующими поколениями христиан, но уже дальше, вот в конце 15 главе и потом в 16 главе речь идет непосредственно о предстоящей смерти и всех его последствиях. Редактор субтитров Корректор Субтитров